И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен долгожданному открытию контейнеров с супермиссией. Плюс, ко всему прочему, поговорим немножечко о предыдущих выходных днях, которые были посвящены новым супермиссиям, плюс специальному режиму, который был связан с демкой. Скатаем одну каточку, ну и там уже под конец откроем те самые ультраконтейнеры, которые за супермиссии я накопил. Что касаемо вооружения, сегодня оденем, конечно же, то сочетание, которое жестко имбовало предыдущие выходные, да и вообще в последнее время показывает себя максимально круто. Это, конечно же, викинга молот. Ну и пройдемся потихонечку по тому, что же у нас было на предыдущих выходных. А была у нас довольно-таки неплохая демочка, которая в себя включала три карты. Это полигон, иран, и мосты. Три шикарно подходящих карты для дем режима. И были довольно-таки несложные миссии, которые, я думаю, что мог выполнить каждый примерно где-то за, ну максимум часа два. 20 тысяч кристаллов, 150 миночек поражать, 100 киллов на каких-то корпусах там было, да, викинг, диктатор, хантер, я не помню уже, если честно. И все, да, то есть было три заданки, и если все эти три заданки вместе вы выполняете, то еще ко всему прочему, а может там еще какие-то овердрайвы были, ну я не помню, короче. Ну не суть важно, там, если даже и была еще какая-то заданка, то она была очень изевая. И если вы выполняете все эти заданки, то в сумме вы получаете дополнительно 7 ультраконтейнеров. Я, как вы, возможно, знаете, может не знаете, выполнил еще, помимо основного аккаунта, все эти заданки на своем мульте, на бездонатике. И считаю, что очень неплохо можно было бы выполнить еще и на других аккаунтах, если бы у меня было бы время. К сожалению, на те выходные у меня времени особо много не было, поэтому только на двух аккаунтах я остановился, и то я выполнил это все в пятницу вечером на вечернем стриме. То есть, по сути, я потратил в сумме, ну, где-то часика два с половиной может. Да, то есть, я там без стрима чуть-чуть начал бить на основе, потому что там в сумме скатал где-то 5 ДМ боев, плюс пару боев с дроном прожал минки. То есть, на основе вообще было максимально просто, на мульте чуть-чуть подольше, потому что у меня не было дрона, чтобы поставить быстрые мины. То есть, самая сложная заданка была прожать мины. И я, честно, исходя из того, что у нас было на предыдущих выходных, был немножко с какой-то стороны удивлен, а с какой-то стороны рад тому, что все-таки, ну, вышли те заданки, которые реально не сложно выполнить. То есть, быстро выполнить и приз хороший за них. То есть, если раньше у нас постоянно какая-то шляпа усатая была, то сейчас и спецрежим был четкий, да, и все как бы в этом спецрежиме можно было выполнить. Я считаю, что на этом и должен быть основан выходной ивент, да, то есть, там, дисконт-викенд, без разницы какой-то, ультра-викенд, да, какой они там делают, без разницы. Но он должен быть основан на том, что есть спецрежим, да, со специальными картами, и все, все, абсолютно все заданки можно выполнить в одном спецрежиме. То есть, ты зашел, и у тебя сразу все заданки выполняются, да, там, например, мины, там, на корпусе каком-то, там, и, ну, короче, в сумме вы можете быстро, качественно выполнить и заформить. То есть, если это так будет в дальнейшем работать, потому что изначально это так и работало, потом, конечно же, у нас там разработчики начали что-то придумывать, какой-то велосипед. Поэтому, если что-то в этом духе будет продолжаться, то я буду только рад выполнять, там, не только на основном аккаунте, но и на каких-то мультах, да, формить дополнительные ультра-контейнеры, и потом, возможно-таки, вместе с вами их открывать на какие-то видеоролики, на какие-то темы, да. Ну, и надеяться на то, что с них выпадет не все белое, да, а что-нибудь там еще, помимо белого, хорошее дропнет, да. Ну, зачем так делать, я только не понимаю, зачем так толкать. Ну, и что ты делаешь? Вперед, назад. Эти профессиональные игроки матчмейкинг, конечно. Поэтому, друзья, я надеюсь на то, что демочка вообще, в принципе, будет чаще намного появляться. Потому что, ну, демка, вы сами знаете, раньше она очень пользовалась спросом, и сейчас, ну, ничего у игроков, тех, которые играют долгое время, не поменялось в голове. Демка, это всегда актуально, всегда круто, и всегда фармал. И я не думаю, что если разработчики будут делать чаще демку, от этого что-то станет хуже, там, или кто-то начнет там хейтить, говорит, что это шляпа там усатая, или еще что-то в этом духе. Поэтому, ну, надеемся, что сами демочки будут появляться, и то, что подобные супермиссии будут тоже на языкаточке влетать, и мы будем все это дело найс фермить, фармить. Поэтому давайте быстро стараемся докатать этот бой, и уже полетим открывать ультра-контейнеры, с которых я буду надеяться на то, что мне что-то хорошее сегодня дропнет. А вот если мне ничего не дропнет, тогда тилтища подъедет какой-то, хотя в прошлый раз упало золотое, да, и упал фиолетик вроде какой-то. Сегодня, вернее, вчера поздно вечером я, ну, как бы сегодня, но вчера поздно вечером, я забрал с челленджа еще два устройства. У меня там вообще осталось не так много устройств с фиолетового свечения. Надеюсь, только вот с золотого не упадет то устройство, которое у меня еще в челлендже там не получено. Тоже там какое-то одно интересное есть. Я не особо смотрел, какое оно. Но, главное, чтобы оно мне не дропнуло, а то будет немножечко обидненько. Ну, а что касаемо Вика Молота, ну, друзья, я записывал видосы, сколько раз уже говорил, и сколько на стримах говорил, но... Крутое сочетание, очень крутое. Мне очень нравится, что можно делать с ним в матчмейкинге. И до сих пор я бы и не сказал, что большое количество игроков играет на этих Викинга Молотах. Это значит, что многим они не нравятся, может, у кого-то нету. Ну, и это хорошо. Это хорошо, что им практически никто не юзает, никому не нравится. Играют на Хорьках, играют на Мамонтах, Викингах с другими пушками. Это круто. Это очень достойно, что нету какого-то большого количества одинаковых сочетаний. Значит, не всем может нравиться, у всех есть. Ну, а я считаю, что этот Вика Молот сейчас, ну, максимально приятен, максимально. Надеюсь, что его не будет не ответить в ближайшее время. И мы сможем с ним еще какой-то определенный период времени поиграть, попармить, позарабатывать неплохие суммы. Но при том, что у меня, наконец-таки, наконец-таки, уже за пятнашечку-то я дал. За пятнашечку-то дал. Но идем. На пятнашечке останавливаться не будем. Надеемся на то, что до 20 мультов я дойду. Тогда уже можно будет какой-то, может, даже видеоролик посвятить этому событию. То, что мне удалось фармануть. Фармануть такую вот очень приятную, огромнейшую, красивейшую сумму кристаллов. Так, мы сейчас проиграем бой. 10 секунд до конца, а противник забирает точку. Походу, это Габелла. Да, это Габелла. Вот так вот. Можно еще и ЦП слить за пару-тройку минут до конца. Мне, кстати, до звания 300 опыта осталось. Может быть, это звание сегодня мы по красоте получим где-нибудь в отдельном стримчанском или еще чем-нибудь. 160-е все-таки легенда. Довольно такое знаковое, какое-то мини-мини юбилейное число. Ну ладно. Сейчас не об этом. 7 ультраконтейнеров у нас имеется. Ну и надеемся на то, что что-то хорошее из них дропнет. Открываем единичку, конечно же. По 5 я не вижу смысла открывать. 2 батарейки, кристаллы, мины, двойной урон, один еще и последний. Ну, неплохие, дефолтные ультраконтейнеры. Хорошие, рабочие. Семерочка просто бомбовая дропнула. Я считаю, что это успешная тема. Поэтому, друзья, как-то так. Пишите, как вам вообще демочка. Да. Пишите, понравилась она вам, не понравилась. Хотели бы видеть ее чаще. Ну и пишите, что вам дропает с ультраконтов. Мне вот бывает что-то крутое дропнет. А бывает вот такая шляпа усатая. И главное не думать о том, что с этих ультраконтейнеров может что-то крутое упасть. И тогда вам обязательно дропнет какой-то неплохой ништячочек. У меня, друзья, на этом все. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Не забывайте, что у нас по вечерам где-то около десяточки. Проходят стримчанские. Подлетайте тоже на них. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok